Дальше Мендель ставит перед собой существенно более сложную и интересную задачу. Вот мы вроде как разобрались с передачей одного признака, а теперь посмотрим, ведь на самом деле родители передают потомкам огромное количество разных признаков. Ну и как, может быть, передача одного признака как-то повлияет на то, как будет передаваться другим. Мендель решает это проверить, и поэтому в следующих сериях опыта он анализирует не только передачу одного признака, в данном случае цвет, но и передачу другого признака в форму хорошего. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению второй серии опытов, немножко потренируемся, потому что здесь сейчас будет такая проблема, которая при обычном школьном преподавании генетики превращается в непроходимый барьер для трех четвертей школьных. Сколько можно относиться к одной четверти? Да, я рассчитываю. Вот эти эксперименты будут называться моногибридное скрещивание. Моногибридное. Такое скрещивание называется моногибридное. Скорее всего, я получаю две, вот такой. Это скрещивание двух организмов по одному признаку. Теперь давайте подумаем, что люди сказали. Не по одному признаку скрещивается? Как это может быть? Не знаю. Берем организм, вынимаем из него один признак, потом берем второй организм, вынимаем из него тоже один признак и их скрещиваем. Признаки. Как можно, это интересно, скрестить организма по одному признаку? Если у организма 20-30 тысяч признаков, а остальные мышцы упреклись, если его выйти выкинули? Теперь у вас имеется зверь при закрещивании организма, в котором обращается внимание. Отлично. Отлично. Боже, именно так. При котором изучается передача одного признака. Не можем скрестить по одному признаку. Но мы можем изучить, как передается один признак. Изучается передача одного признака. Если мы берем и изучаем передачу сразу нескольких признаков, как такое скрещиваемое? Полигибридное. Полигибридное. Вот теперь одна очень важная тренировка. Если у нас, мы, допустим, передачу двух признаков рассматриваем, передачу двух фенов, это значит, мы имеем дело с результатами работы одного гена или двух гена. У него этого же гена. Одного и того же. И он сразу два разных фенов дает. Если мы рассматриваем передачу... Но, например, это холея, форму может добавить разную. Форму носа и форму нога. А. Б. Или рост и вес. Или окраску и, я не знаю, структуру волоса. Как по-вашему, вот эти пару признаков могут быть результатом работы одна? Скорее всего, если мы ссорим два признака, то сколько генов у нас работа? Два. Два разных гена. Согласны? Как записывается первый ген, который мы исследуем? А. А. А следующий ген — это B. Сс. Каждый ген может иметь только один холей или два разных холей? Два разных холей. А теперь я запишу вам генотипы разных живых существ, а ваша задача будет посмотреть, какого типа половые клетки такие существа могут построить. Здесь скрещивание будет принимать участие гамминка, половые клетки. Девесная клетка скрещивания не играет, не участвует. Итак, я беру такое существо. Сколько типов половых клеток он может построить? Один везде. Один. Только а, хорошо. Гамминку я буду брать так, как пророчек. Я беру такое существо. Сколько типов половых клеток? Один. Один. Либо такая половая клетка, либо такая половая клетка. А вот теперь попробуем подготовить базу для описания ди-гибридным скрещением. Когда мы два прежима сразу смотрим. Смотрим, допустим, вот такой. Сейчас я несколько выпишу разных вариантов двойных дежур. Последний случай вот такой. Ваша задача сейчас будет вот так же взять в кружке варианты гаммин, которые могут произвести вот такие варианты. Написать в тетрадь. Амминка, 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 амминка не может быть? Не будет. Вы опустили, амминка, амминка... Могут, могут, а здесь не все комбинации бывают. Я не все. Я хотел просто несколько ради примера. Какое задание надо? Выписать гаммета. Какие половые клетки могут произвести такие организы? Какие половые клетки могут произвести данные организы? Правильно? Не верно. Не верно. Коля, а вы решили вообще никаких задач не решать? А в чем дело-то? Вы подумайте о том, что такое гамминка. Зачем она? Я говорю, что это стандартная школьная ошибка. Если у вас для организма указано два гена, в каждую половую клетку представитель только одного гена уйдет или от двух генов обязательно представитель будет. Ну, очень грубо говоря, считаем, что вот в этом фантастическом гене записано все будущее, а в этом фантастическом гене, гене Б, записана вся голова. Если у вас головой клетка ушел только гена А, а гена Б там нет совсем. Одесский садим с головой. Другой клеток садим с головой. Так? А если ушел только ген Б, а гена А там нет, родится голова без садика. Голобок. А, вот он и грубый. Все понятно. Ясно, что если у вас указаны два гена, то представитель от каждого должен быть в конечке. Там Б получается маленькая безголовость. Хорошо. А вот теперь, ну это самая основа, а вот теперь более хитрые вещи у вас будет определенная математическая задача. Дело в том, что генетика, как вы сегодня уже во всяком случае завтра поймете, это математика. Это никакая не биология, а нормальная математика. Раздел математики, который называется губернаторика. Поэтому сегодня мы первый раз столкнемся с математическими формами, которые будут вылезать во всех генетических врачей. Сейчас я вам приведу несколько раз на генотику. Ваша задача будет выписать разнообразие гомет. Какие гометы может организм данного генотипа произвести. И затем выписать простую математическую лонку, в которой можно описать разнообразие гомет по генотипу исходного организма. Вот вам дали запись, а сейчас. А теперь внимание. И что тогда я не салфарить эту гомет? А, да, 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 да. Сколько разных типов гомет произойдет такой генотип? Два. Чего два? Я мог бы эту запись выглянуть вот так кризису? А почему там М такая же или Н такая же? Да, это 2, это 3, да, 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 да. Возьму. Поэтому, внимание. О. А это просто есть А, да. Вот именно из этого есть А. Как будет выглядеть математическая формула, описывающая разнообразие, возможно, разнообразие генетики. И надо проанализировать эти случаи. Два степени равные числа. Отлично. Два степени n. Где n чему равно? Это число. Число чего. И как получилось название в генетике? Число чего? Число гетерозикотных генов. Вот он, гетерозикотный ген. А вот эти гены гетерозикотные, любые геновы. Вот он, гетерозикотный ген. Вот второй гетерозикотный ген. Здесь три гетерозикотных гена. Здесь один гетерозикотный ген. А, извините, два. Здесь один. А здесь вообще нет гетерозикотных генов. В случае, когда все гены полонзикотные, двойка в какой степени? Нулевой. Нулевой. нулевая степень любого числа единица в результате, если у вас ни одного генезреботного гена нет это значит, сколько разных вариантов гаммит может быть произведено один единственный итак, такой организм может произвести только один гаммит один гаммит а большое все много что еще может произвести нет, вот такой организм сколько раз 2, 2, 4, 4 вот такой 4, 8 принцип понятен? получились строить правильно строить гаммита вот теперь можно будет подбираться со вторым законом Ментеля который описывает полигибридную свечу